Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. Глава Ленинского района Валерий Венцель совершил рабочую поездку в сельское поселение Булатниковское. Мы хотим в августе закончить, в сентябре ее открыть торжественной. Урок мужества в историко-культурном центре организовали для старшеклассников Видновской школы номер один. Многие из этих людей, участники войны, конечно, они уже ушли из жизни, но остались их воспоминания, остались записи. Мастер-класс по сольному академическому пению состоялся в детской школе искусств. Глава Ленинского района Валерий Венцель регулярно проводит объезды территорий муниципалитета. Так, в этот раз на главконтроле оказалось сельское поселение Булатниковское. Екатерина Коваленко детальнее расскажет о поездке. В ходе рабочей поездки главы Ленинского района по Булатниковскому сельскому поселению упор был сделан на объекты социальной инфраструктуры. Это территория плотной застройки и один из главных вопросов здесь – появление новых образовательных и медицинских учреждений. Первым адресом, куда отправился Валерий Николаевич, стала школа в деревне Боброво. По заверению застройщика, ее двери распахнутся уже в этом году. Мы хотим в августе закончить, чтобы в сентябре ее открыть торжественно, и уже дети с 1 сентября могли стены. Ну а вот эта самая большая будет, да, школа? Да. Всего Валерий Венцель лично проконтролировал ход работ на пяти объектах. Глава также посетил строящуюся школу и поликлинику в деревне Дрожжино и два детских сада. Срок сдачи этих объектов запланирован на 2019-2020 годы. Поездка была очень насыщенной. Под пристальный взор руководства попало буквально все. Новая эстакада, состояние придомовых территорий, ситуация с вывозом мусора. Следующим пунктом в программе визита стала встреча с жителями микрорайона Восточная Бутова. Личные встречи с жителями уже давно в приоритете у руководства нашего муниципалитета. Валерий Венцель всячески поддерживает формат живого общения между властью и гражданами. Ведь здесь каждый обязательно получит ответ на свой вопрос. В начале диалога глава муниципалитета поделился впечатлениями от рабочей поездки и рассказал о главной задаче. Понимаю, что количество жителей прирастает на территории муниципалитета и целого поселения Булатниковская. Задача перестраивать, чтобы объекты социального значения вводились в эксплуатацию вместе с владимиром жилья. Общение продолжалось более двух часов. Темами стали готовность школ и детских садов. Строительство новых коммуникаций, качество услуг ЖКХ, дорожные выезды и развязки. Много вопросов было задано по работе местных перевозчиков. Нерегулированный тариф, постоянное завершение стоимости проезда коммерческого перевозчика и непредоставление услуг вводников. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. С инициативой по переводу на регулированные тарифы мы будем до конца февраля, до первого марта, на срок с тарифом, в рабочую группу, которую мы создали, подготовить все предложения. Этот вопрос, он также будет включен в протокол, в стены рабочей группы, трансперты в уровне области. Если положение будет рассмотрено, то после следующего года, соответственно, тариф будет регулирован. Такие встречи будут проведены и в других уголках нашего муниципалитета. Капитрина Коваленко, Сергей Ларин, Виднетова. В районном историко-культурном центре состоялся урок мужества 900 блокадных дней, посвященный 75-летию снятия полной блокады Ленинграда. Его провели для учащихся старших классов Видновской школы номер один. Вместе с ребятами к трагическому и вместе с тем героическому эпизоду Великой Отечественной войны прикоснулся и наш корреспондент Максим Козлов. На этом уроки не вызовут к доске и не поставят плохую отметку. Уроки мужества, проводимые в ИКЦ, это скорее лекции об одной из страниц российской истории. В этот раз о начале Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. К началу победы немецко-фашистские войска были двукрадные, а на направлении главных ударов четырех-пятиградные, численные превосходства в живой силе и боевой техники. Кинохроника и музыкальное оформление, основой которого стала Ленинградская симфония Шостаковича, стихи и письма фронтовиков, набор творческих инструментов сотрудников ИКЦ весьма широк, но главное место здесь занимают воспоминания очевидцев. В ИКЦ есть большой фонд, и уже долгие годы на протяжении работы всего ИКЦ, а мы уже работаем 20 лет, у нас обязательно всегда велись записи воспоминаний жителей нашего района. Многие из этих людей, участники войны, конечно, они уже ушли из жизни, но остались их воспоминания, остались записи, остались аудиозаписи, остались фотографии, и исходя, остались письма. И вот исходя из этих документальных фактов мы создаем вот свои встречи. Среди прочих документов школьникам прочитали письмо видновчанина Александра Якуничева, написанное 22 июня 1941 года в Ленинграде. Через эти живые строчки открывается настроение и атмосфера того времени. Прежде всего, прошу их по ним не бросаться, особенно мамаши, и за меня не беспокоиться. Настроение, надо сказать, патриотическое, и чувствую в себе силы в русске. В зале не только ученики-учителя. Любовь Николаевна Хоркина раньше работала в школе, потом в районной библиотеке, сейчас на пенсии. Она отмечает высокий уровень мероприятий и старается не пропускать концерты и выставки, проводимые в ИКЦ. Мы приходим сюда с моей коллегой Валентиной Владимировной, с которой работали вместе в библиотеке. И поэтому, когда я узнала, что здесь проводится урок мужества, я не могла не прийти. И заодно выставку посмотрим новую, которая открылась здесь. Сотрудники историко-культурного центра уверены, подобные уроки намного легче воспринимаются учениками школ и являются гармоничной частью учебного процесса. Правильное воспитание детей, молодежи – это не только задача районной историко-культурного центра, это задача всего нашего государства. Если мы правильно воспитаем наше поколение, соответственно, мы обеспечим хорошее будущее нашей стране. Глядя на серьезные и вдумчивые лица школьников, понимаешь, что главная задача подобных уроков – найти отклик в душе молодых людей, в данном случае решена на отлично. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Мобильным репортером телеканала «Видное ТВ» может стать любой житель нашего района. Автором следующего сюжета стала Елена Столярова, художественный руководитель районного дома культуры, где в минувшие выходные прошел фестиваль патриотической песни. «Не жалейте ни боль, ни гранат, и себя не щадите вы, и все-таки постарайтесь вернуться назад». Они не жалели и не щадили. С той поры прошло почти 74 года, поэтому в зале не так много ветеранов, для которых в первую очередь и выступали сегодня артисты. «Песни, рожденные сердцем» – так назывался концерт, участники которого с благодарностью дарили залу в том числе и теплые слова. Благодарю вас за спокойную, счастливую жизнь, за мирное небо у нас над головой, за все то, что вы сделали для будущих поколений. Низкий вам поклон. В концерте приняли участие более 20 творческих коллективов Подмосковья. Несмотря на название, в репертуаре не только песни, но и танцевальные номера, и даже проза. «И была у нас в станице тетка Грабешка. На четырех сыновей она похоронку получила. Пятого надо прожить». И уже по сложившейся в последнее время традиции в финале – общее фото на память. В Видновской детской школе искусств состоялся мастер-класс по сольному академическому пению. Его провела преподаватель вокала из Твери Татьяна Поспелова. Многие ученики очень переживали, но педагог смогла найти подход к каждому и деликатно указать на ошибки в исполнении. Училась петь вместе с ребятами и наша съемочная группа. В Видновской детской школе искусств мастер-классы проходят довольно часто. Это помогает по-новому взглянуть на своих учеников педагогам Дэши, а ребятам поучиться мастерству у маститых музыкантов и заслуженных преподавателей. Татьяна Александровна Поспелова в профессии уже 41 год, поэтому без труда находит общий язык с учениками и подмечает, над чем им необходимо поработать. Ребенок не только в силу своей физической какой-то невозможности не может петь многие произведения, которые дано петь взрослому, но еще и ребенок по-разному воспринимает вокальные какие-то процессы, и поэтому сложно с ними очень работать. И педагогам-вокалистам, которые работают с детьми, я бы каждому памятник поставила. Академический вокал – это основа основ. Все великие джазовые и эстрадные исполнители занимались академическим или, как его еще называют, классическим вокалом. И не важно, с какой музыкой ребята решат связать свою жизнь в дальнейшем, такие уроки им точно пригодятся. 12-летняя Дарья Корсакова, например, мечтает стать известной эстрадной певицей. Она очень серьезно относится к занятиям музыкой и вокалом, поэтому во время прослушивания спела почти без ошибок. Единственное, не смогла справиться с волнением. И это сразу подметила педагог Татьяна Поспелова и поспешила на помощь. Первое произведение спела, у меня начало все трясти, потому что я боялась, вдруг не понравится, вдруг я сделала огромную ошибку. А потом, когда мы стали с ней разговаривать, я как-то перестала бояться. 12-летний Максим Горбенко тоже волновался, но, как настоящий мужчина, виду не подал. Хотя, оказавшись лицом к лицу с камерой, немного засмущался. Мне понравился мастер-класс, я узнал много нового, мне посоветовали много. У детей, как говорят педагоги по вокалу, короткое дыхание, большую фразу им спеть трудно, поэтому очень важно грамотно подобрать репертуар. И это 90% успеха. Петь – это божий дар. Но не всем он дан, но некоторые развивают свои голосовые возможности. И голос можно поставить любому человеку. Другое дело, насколько он будет звучать ярко или же камерно. Также ребятам важно работать над художественной выразительностью и умением держаться на сцене. Подобные мастер-классы отлично справляются и с такими задачами. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого. Главное не победа, а участие и сохранение спортивных традиций. В горках Ленинских состоялось традиционное зимнее командное первенство по питбайку на кубок Владимира Николаевича Золотарева. На захватывающей гонке побывала наша съемочная группа. Обо всем подробнее в сюжете Анастасии Ворониной. На сегодняшний день питбайк считается не только отдельным видом спорта, но и подразделяется на несколько соревновательных дисциплин. Наиболее популярными из них считаются кросс и суперкросс. И вот на протяжении многих лет спортсмены приезжают в горки Ленинские, чтобы показать свой мастер-класс и побороться за титул чемпиона. Организаторами гонки выступили Московская областная федерация технических и военно-прикладных видов спорта, Винновское станичное казачье общество и молодежный мото-клуб «Юность». Гонка посвящена памяти Владимира Николаевича Золотарева. Это прославленный гонщик и спортсмен, мото-кроссмен. И сегодня здесь присутствуют его и ученики, когда-то с ним начинавшие. И уже и дети этих учеников здесь сегодня будут выступать. Поэтому я надеюсь, это будет традиционное мероприятие. Больше ста человек разных возрастов приняли участие в зимнем командам первенстве по питбайку. Правила в этих соревнованиях очень необычные, поэтому и задача у судей была непростая. В этих соревнованиях не задача приехать первым. Здесь задача приехать двум спортсменам впереди. Потому что зачет в этих соревнованиях по второму спортсмену. Сам смысл гонки в том, что должны пересечь не спортсмены линию финиша, а именно транспортный средств, то есть мотоцикл. С каждым годом мотоциклетный спорт набирает популярность. Ведь рев моторов, жажда скорости и чувства свободы прельщает многих. За ходом гонки люди наблюдали с удовольствием. И даже несмотря на морозную погоду не расходились. Очень масштабное мероприятие, конечно. И очень хорошо, что помнят этого человека великого. Это мой дедушка. Да. И я очень рад, что люди помнят о нем. И все больше и больше народ собирается. Среди участников были и женщины. Хотя в экипировке не всегда сразу и понятно, что перед вами представительница прекрасного пола. Ангелина Гончарова – одна из тех, кто любит адреналин. Недавно начали с мамой тоже эти публикации. И здесь очень круто. Второй раз на соревнования приезжаем посмотреть адреналин. Как ты чувствуешь свободу, когда едешь. Все спортсмены смело боролись за кубок Владимира Золотарева. Но в итоге состязаний титул чемпиона заслуженно завоевала команда «Авантиз» из Москвы. Анастасия Воронина, Владимир Беженов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И о погоде. Во вторник ожидается мокрый снег. Днем и ночью будет около нуля градусов. Ветер южный – 5 метров в секунду. И на сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова